Бойцы из сирийского бедуинского племени Аш-Шайтад несколько лет находятся в рядах проправительственных сил. Они участвовали и продолжают участвовать в операциях против запрещенного в России исламского государства. Длительное время племя Аш-Шайтад не знало бед, ведя кочевой образ жизни в сирийской пустыне. Мирное время для них закончилось в 2014 году, когда страну начали захватывать террористы исламского государства. Когда пришло ИГИЛ, мы воевали с ним. Они убивали, резали нас и уродовали трупы наших соплеменников. Поэтому мы стали воевать с ними, но потерпели поражение. Затем мы присоединились к сирийской армии и начали сражаться в составе республиканской гвардии. Нам ничего иного кроме войны и не оставалось. Мы могли только воевать, такая наша жизнь. ИГИЛ пришло и казнило 5000 наших людей. Они вынесли нам такфир и сказали, что мы не мусульмане и не принадлежим к исламу, рассказал корреспонденту Фан, командир племенного ополчения Львы Востока-Далядж. Бойцы из племени Аш-Шайтад вместе правительственными войсками на сегодняшний день контролируют территорию в районе Абу-Хамама, где проживают в трех крупных деревнях. Всего в ополчении состоят около сотни бойцов, воюющих в качестве вспомогательных сил. Многие из выходцев племени Аш-Шайтад также защищают страну от ИГИЛ в составе разведки ВВС и службы военной безопасности. «Мы жили в деревне без какой-либо армии. Мы находились там одни, и у нас были только овцы и оружие. Нам ничего ни от кого не было нужно. Но затем пришло ИГИЛ и казнило двух моих племянников и еще нескольких соплеменников», вспоминает командир Львов Востока. «Старейшины племени нам сказали сражаться с ними потому, что они не мусульмане, и они пришли сюда убивать нас. Мы остались сражаться и защищаться, пока не произошло предательства. Наши деревни захватили боевики, и мы ушли к другим племенам». После того, как кочевники ушли со своих земель, террористы начали их преследовать. Террористы ИГИЛ жестоко расправлялись с бедуйными представителями Аш-Шайтада. Они резали, расстреливали и переезжали своих жертв на машинах. Спасая свои жизни, бригада Шахида Абдель-Басыта ушла в сторону Пальмиры и осталась сражаться там в течение года. Когда древний город был освобожден при полномасштабной поддержке России, бедуинов перебросили в другое место, в осажденный город Дейер-Эс-Зор. Он расположен близко к деревням кочевников, где находился их народ в ожидании освобождения. Самая трудная битва была на кладбище города Дейер-Эс-Зор. Многие из наших соплеменников погибли потому, что ИГИЛ атаковала нас внезапно, и мы не были готовы к таким жестоким атакам. Конечно, мы отражали атаки, но и наших гибло много, но мы оставались стойкими, вплоть до деблокады трассы. Это было самое сложное сражение, мы понесли серьезные потери, рассказал Далядж. Я давно здесь нахожусь, сначала базировались в Пальмире, ну а после освобождения Дейер-Эс-Зора оказался здесь. Я здесь уже шесть лет. Сначала мы были большой группой, но после того, как многие мои товарищи погибли или получили тяжелые ранения, осталось в строю несколько человек, и я из их числа, рассказывает Мохаммед Хамада, состоящий в бедуинском ополчении. Сейчас бойцы племени Аш-Шайтад продолжают проводить операции против остатков ИГИЛ, для них это стало кровной местью. По мнению бедуинов, борьба с террористами закончится только в тот момент, когда исчезнут предатели, пополняющие ряды террористической организации. С окончанием войны они хотят вернуться к своему быту, чтобы снова свободно кочевать по стране, заниматься земледелием, животноводством и строить себе жилье. Мы жили гражданской жизнью, занимались свободно своими делами, разводили овец, с тоской рассказывает Абдель Розак Фарадж Ахмат, еще один представитель племени Аш-Шайтад. Мы всегда вспоминаем, как мы жили до того, как началась война. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.